Проверка на прочность. В Петербурге на стадион «Зенит-арена» пригласили 10 тысяч человек. Бесплатно. Мало того, было на что посмотреть. Так что же увидели и что, собственно, проверка показала, знает Данила Махалин. Были только кадры строительства, всевозможных проверок и даже кадры пробного матча строителей. И вот, наконец, первый посетитель, первый зритель. 11 февраля 2017 года. Историческая дата для Петербурга, когда 10 тысяч человек впервые пришли сюда, чтобы оценить масштаб нового, современного, еще одного стадиона в России. На самом деле, вместимость арены почти 68 тысяч, а при проведении концертов и вовсе увеличивается до 80. Просто загружать стадион решили постепенно. Начали с 10 тысяч, которые стали свидетелями мото-шоу. «Были в Париже, видели их стадион. Он отдыхает. Теперь мы горды, что живем в городе, в котором есть такой масштабный крутой стадион». «Я бывал на многих стадионах по России, по миру. Впечатляет». «Зал красивый, кресло и удобный. Эргономика есть. То есть все прекрасно, ребята». Мото-шоу на газоне, конечно, проходить не могло. Первый именно футбольный матч здесь пройдет 23 апреля. А пока выкатное поле, как и планировалось, зимует под специальным покрытием за пределами арены. В мире такой технологией обладают только 4 стадиона. В Гильзенкирхене, Ушальке, в Голландском Арнаме, в Американском Глендейле и теперь в Петербурге. «Красота, сочетание, гармония, голубые, белые, сиденья наконец-то. Все цивильно, красиво и, в общем-то, радостно». «Вентиляция, тепло, жизнеобеспечение, пожарные. Я пуганный человек. И мне было очень страшно принять во владение на эти дни стадион, который был бы в настоящем смысле не готов». Название этой арены до окончания чемпионата мира было утверждено «ФИФА» как «Санкт-Петербург-арена». Но в дальнейшем оно может превратиться либо в «Зенит-арену», либо, как в случае со «Спартаком», например, будет носить коммерческое название как «Открытие арены». «Впервые на трибунах стадиона с рабочим названием «Зенит-арена» оказалось более 15 тысяч человек. Я считаю службы безопасности, зрителей, инженерно-технические службы. Следующий наш этап – это 35 тысяч человек. И, конечно же, мы ожидаем, что 23 апреля, когда состоится первый футбольный матч на стадионе на Крестовском острове, он пройдет при полных трибунах. По словам Игоря Албина, точное количество средств, потраченное на строительство стадиона – 43 миллиарда рублей. Именно на этой арене пройдут 4 матча Кубка Конфедерации и 7 матчей чемпионата мира, в том числе и поединок за третье место. Данил Махалин, Владимир Кальский, Михаил Елагин, Ксения Клименко. Вести. Санкт-Петербург. Стадион Санкт-Петербург вмещает почти 68 тысяч зрителей, а при проведении концертов – до 80 тысяч человек. Он расположен на Крестовском острове, на берегу Финского залива. Высота сооружения – 110 метров. Общая площадь – около 290 тысяч квадратных метров. Санкт-Петербург – один из четырех стадионов в мире, где футбольное поле выкатное. Это позволяет в том числе сохранять качество газона в разную погоду. Стадион полностью приспособлен для посетителей с ограниченными возможностями. И на всей его территории работает Wi-Fi. Для обеспечения безопасности арена оборудована новейшей системой видеонаблюдения. Она позволяет контролировать происходящее на трибунах и в подтрибунных помещениях. Продолжение следует...